Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса. Пусть вас Бог благословит, пусть Божий мир коснется вас, исцелит вас, пусть Божья рука прямо через мониторы протянется до вас, коснется вашей жизни, коснется вашей ситуации. Я вам хочу сказать, что какая бы ваша ситуация сложная ни была, Иисус ее способен изменить. Если Он мог воскресить Лазаря, вы знаете о том, что Иисус специально не шел молиться за больного Лазаря. Он делал это специально. Он ждал, пока умрет Лазарь. И даже когда умер Лазарь, Иисус все равно не пошел. Он ждал четыре дня. Таков был сценарий Божий. Почему Он ждал четыре дня? Чтобы люди увидели, что невозможное, они точно были уверены, что это невозможно. Возможно только прийти на могилу и поплакать. Это возможно. Прийти на могилу Лазаря, вспомнить, всплакнуть, сказать, какой Лазарь был все-таки человек хороший. И все. Но чтобы вернуть к жизни, общаться с Ним, спрашивать, что же Он там видел, пережил, это было за пределами человеческого разума. Иисус пришел и отозвал его из вечности. Оттуда, из другого мира. И то, что невозможно, невозможно сгнившее тело восстановить. Возможно, знаете, исцелить кость переломанную, там в гипсе подержать ее два месяца, и она заживет. Но сгнившее тело гной превратить в настоящее тело, такого не существует. И поверьте, поэтому нам нужно читать Слово Божье, чтобы видеть, какие Бог творил чудеса. Иисуса, как Он время назад мог отматывать, как Он мог вообще делать то, что нам кажется невозможно. Поэтому, когда вам кажется, что ваша ситуация невозможная, приходите с ней к Иисусу. Он таких принимает. Он таким быстро реагирует, быстро отвечает. Вот у меня есть послание для тех людей, кто сейчас смотрит, особенно тех, кто в Фейсбуке сейчас смотрит. Я вас благословляю во имя Иисуса. Господи, если вы являетесь моим знакомым, знайте, что я молюсь за вас. И мы всей церковью молимся за вас. Послание такое, что Иисус умер за все наши грехи, за все наши болезни, за все проклятие, за все негативное в нашей жизни. Он заплатил цену. С нашей стороны мы можем поверить в это и принять дар спасения, свое спасение, свое прощение, свое исцеление. Либо мы можем не принимать, и тогда нам придется расплачиваться за свои грехи, расплачиваться за свои болезни. Знаете, я хочу сказать ко многим людям, те, кто сейчас болеют, особенно у тех, у кого есть какие-то страшные диагнозы, не говорите, что это ваша болезнь. Вот у меня такая болезнь. Это инородная. Это как заноза. Она никогда не находилась в вашем теле. Не принимайте все болезни. Они, ни одна из них не идет от Бога. У Бога нету в арсенале болезней. Он так не говорит ангелу, дай ему болезни, иди. И он с неба взял болезни и понес. Болезни все у дьявола. Каким-то образом все равно они приходят к людям, но не говорите, что Бог вам дал болезнь. Поэтому я вот сейчас рекомендую людям, которые еще не примирились с Богом, сделать это. И знаете, Писание говорит, примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Когда мы делаем грех, мы находимся во вражде с Богом. Потому что грех – это бунт против Бога. Это несогласие с Богом. Это не уважение к Богу. Поэтому если в вашей жизни есть грех, вам нужно покаяться, вам нужно примириться с Богом. Бог вас простит, Бог вас примет, очистит и поможет вам восстановиться и жить новой жизнью. Поэтому не откладывайте это на завтра, потому что завтра не существует. Сделайте это сегодня, сделайте это у себя дома или там, где вы находитесь. Бог к вам стучится в ваше сердце, в вашу жизнь. Поэтому с вашей стороны это было бы мудро – ответить Богу «Да». Он вас позвал, и вы отвечаете Ему. Итак, тема проповеди будет называться «Сокровище сердца». Матфея, 6 глава, 21 стих. Иисус здесь говорит, Он здесь говорит во всеуслышании. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». У человека есть два сердца. Одно – это орган, перекачивающий кровь, снабжающий все тело. Все тело зависит от сердца, от этого органа. И также есть второе сердце – это дух человека. И Библия часто говорит к сердцу, возлюби Бога всем сердцем. Это не органом, это духом человека. Тем сердцем, которое влюбляется. Тем сердцем, которое также ненавидит. Понимаете? Из сердца не исходит только хорошее. Оттуда исходит и хорошее, и плохое. Почему? Потому что однажды мы вкусили от дерева познание добра и зла. Дерево, где находилось, знаете, комплекс такой, такое меню – добро и зло. И ты не можешь отделить зло от добра. Когда ты съел этот запретный плод, ты съел и добро, и зло. И в твоем сердце находится зло и добро. Когда мы говорим, о, добрые люди страдают там, или добрые люди, или добрые люди, и они также и злые люди. У них есть зло. У них в меньшей прогрессии, в меньшем процентности, но у них тоже есть зло. Есть более злые люди. Они прямо злые. У них прямо зубы вот так, прямо, ух. Понимаете? Но у них также есть и добро. У преступников есть добро. Они также способны любить и делать добро. Поэтому нам нужно прийти к Богу с нашим сердцем. Есть такое выражение – сердцу не прикажешь. Кто слышал? Сердце идет туда, рвется, бежит. Ты говоришь, стой, подожди, куда ты? А сердце уже туда бежит. Ты понимаешь? Мне надо догнать мое сердце. Я же умру без сердца. И ты бежишь. Итак, сердцу не прикажешь. Но его можно оберегать, его можно питать и его можно направлять. И знаете, есть хорошее место в притчах, 4 глава, 23 стих. И здесь самый мудрый человек, царь Соломон, он пишет таким образом. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Потому что если мы не будем охранять наше сердце, оно произвольно будет влюбляться то, во что нельзя. Вот представьте, Самсон был такой герой Библии. На нем был Дух Божий. Это герой, это великий человек. Человек, который заступался не просто за младшего брата, он заступался за народ. Представьте, израильский народ обижали филистимляне, издевались. И Самсон защищал их. Он шел и наказывал врагов. И Самсону было конкретно сказано его родителям, что у вас будет родиться ребенок, и ему нельзя будет делать то, то, то и то. И он знал это с детства. И также он, когда вырос, он знал, что ему можно и что ему нельзя. И вы знаете, там написано так, что Самсон полюбил девушку из другого народа. Это было строго запрещено ему. Строго. И вы знаете, здесь есть иносказание. Здесь есть также и прообраз. Что мы, как верующие, можем влюбиться то, во что-то в мире, в какого-то идола, в какого-то актера, в какую-то передачу, в какой-то, знаете, сериал. И это грех. Сериалы смотреть – это грех. Влюбляться в чушь какую-то – это грех. Выдола какого-то – это грех. Знаете, мы можем сказать, да нет, это не грех, что вот так пристал ко мне. Послушайте, Моисей. Моисей молился и говорил, Боже, дай мне сердце мудрое, исчислять дни, чтобы я прожил и приобрел сердце мудрое. Дай мне так исчислять дни, дорожите этим временем, потому что мы не знаем, сколько у нас его. И вы знаете, здесь Соломон пишет, больше всего храни хранимого, храни сердце твое. Храни свое сердце. И тогда у тебя, когда человек охраняет свое сердце, и знаете, это относится к Самсону, если бы он охранял свое сердце, он бы ни за что не пошел к проститутке. Он бы ни за что не пошел к язычнице, которая отрезала ему волосы. Язычница, она не просто была красивая, она была дьявола, она была агентом, она была целенаправлена на то, чтобы убить помазанника. И мы, верующие во Христа, мы помазанники. И дьяволу не нравится то, что мы уверовали в Иисуса. Дьяволу не нравится, что у нас есть дары. Дьяволу не нравится, что у нас есть призвание. И что тем более у нас есть помазание, которое поможет исполнить наше призвание в жизни. Ему не нравится. Поэтому он будет составлять план по уничтожению нас. И он исполнил этот план, написал для Самсона. И мы видим, как он печально закончил. Почему? Потому что он не хранил свое сердце. Каким образом мы можем хранить свое сердце? Каким? Мы знаем, что в сердце ребенка не способно грешить. Я вот смотрю на маленьких. У них нету. У них нету зла. У них нету, знаете, такой ехидности какой-то. Они этому всему обучаются. Они научаются у взрослых. У них нету. Они даже если друг у друга забирают игрушку, это все происходит искренне. Честно. Нету зла никакого. Сердце человека, оно запасается. Туда заходит информация. И какая заходит туда информация, потом сердце, оно это начинает любить. Такая есть потребность у сердца влюбляться. Сердце человека обязательно в кого-то будет влюблено. Вот по этой причине Бог, а это Бог так создал, когда Он творил сердце. Ведь Бог сказал, давай сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Бог сказал, давай сотворим человека по образу нашему. Не в единственном числе, нашему. И они будут, люди будут похожи на нас. И сотворил мужчину и женщину. И когда Он творил сердце, Он говорит, давай туда вложим вот эту способность любить со страстью. Давай туда вложим вот способность, вот такой потенциал в его сердце, в человека, способность любить со страстью. И вы знаете, сердце человека очень опасный орган, дух человека. Очень имеет опасность в чем? Что оно может любить, оно может ненавидеть, оно может влюбиться в Бога, оно может влюбиться совершенно в мирские вещи, в негативные вещи. И мы знаем, что и сам Иисус говорил, что из сердца человеческого исходит зло. Прелюбодеяния, кражи и так далее и тому подобное. Это ложь из сердца человеческого. Почему? Потому что люди не способны и не знают, как охранять свое сердце. И мы знаем, что глаза и уши – это то, та информация, больше всего в тело человека, в сердце поступает информация именно по этим двум каналам. Из пяти органов чувств, наши глаза и наши уши – это открытые двери. Больше всего информации мы получаем не через запахи и не через вкусы, и не через того, что мы трогаем, не через осязание, а через то, что мы видим и то, что мы слышим. Поэтому, когда Соломон говорит, больше всего хранимого храни свое сердце, следи другими словами за тем, куда ты смотришь? Ты смотришь. Ты смотришь. А тебе туда не надо смотреть. Ты ограничивай себе. Почему? Потому что ты будешь в ловушке потом. Потому что, когда человек куда-то долго смотрит, пристально, он начинает влюбляться в это. И потом, конечно же, там его сердце. Он ничего поделать не может. И он говорит, ну сердцу не прикажешь, меня туда тянет. Поэтому по этой причине Иисус сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Представь, если твое сердце, это в идеале, конечно, это в идеале. Не у всех верующих это получается. И мы боремся с этим, чтобы наше сердце любило Бога. И здесь Иисус сказал, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если Бог стал моим сокровищем, мое сердце всегда будет с Ним. Всегда. Всегда будет послушно Его Слову. И Иисус будет моим любимым, и я всегда буду стремиться к Нему. Все остальное для меня не будет иметь никакой важности. Но представьте так, что верующий человек, хороший, добрый человек, но просто у него нет страсти к Богу. У него нет любви к Богу. Когда ты говоришь о какой-то проповеди, о каком-то слове, о каком-то откровении, у него не раскрываются глаза. Но когда он слышит мирскую песню, а я-то, извините, меня наблюдаю за верующими, он прямо просыпается, он начинает ее петь. Мирскую песню, которую из старой жизни он слышал и любил ее. Он просыпается, у него глаза, у него он наполнен, он весь, у него тело, у него все говорит о том. И он начинает ее петь. Или какой-то фильм, или какие-то фразы, или какой-то человек, которого ты не можешь забыть. Ты влюбился в Него. И ты не можешь ничего теперь сделать, но ты не должен был влюбляться в Него. Послушай, послушай, Самсон, ты не должен был влюбляться в Далиду, потому что ты полюбил свою смерть. Если ты умный человек, ты свою смерть любить не будешь. Ты не будешь любить убийца, который с твоего разрешения выстрелит в тебя. Ты не будешь это делать. Почему? Потому что мудрый человек видит беду, и что делает? Укрывается. Убил, уходит. Если он видит беду, укрывается. Мы все так. Понимаете? Именно, представьте, верующий, хороший человек, но у него нету страсти к Иисусу. У него нету любви к Иисусу. Он не против. Он все заповеди знает. У него огня нету. У него нету страсти. Зато, если заговорить, например, про теннис или про футбол, он знает все команды, он знает всех игроков, он знает, сколько денег, кто стоит, у кого какие часы, у кого какие яхты, у кого какие любовницы, или про какой-то сериал, он все знает, на каком моменте, где что там остановилось. Послушайте. Это бардак. Это бардак. И нам сейчас, вы сейчас думаете, я вас ругаю. Я вас умоляю, я вас не ругаю. Если так уж можно сказать и громко заявить, я помогаю вам приготовиться к вечности. И себе так же, вы не думайте, у меня такое же сердце. Так же может гулять, где не надо, если ему позволить. Вот почему Иоанн пишет, не любите мира, не того, что в мире. Не любите мира. Ну что, уже поздно говорить, не любите мира, если уже влюблен. И знаете, человек ничего не может поделать. Человек приходит молиться и говорит, помолись, у меня проблемы с алкоголем. Я не буду молиться за это. Ты его полюбил. Он вошел в твое ДНК, он стал твоим родным. Теперь ты не видишь жизни без него. Так же насчет любого греха. Насчет любого греха. Ты полюбил, и в этом опасность сердца человеческого. И если за ним не присматривать, оно начудит. Наше сердце начудит. И знаете, что самое печальное для верующего? Когда мы умрем, мы выйдем из тела, и дай Бог, если каким-то образом мы пойдем на небеса, мы поймем одну жуткую истину, что Иисус для нас не родной. Он не близкий. И у меня нету этого радостного момента разбежаться и прыгнуть в него. Знаете, у нас у всех с детства есть памятные моменты, хорошие моменты. Из моего детства есть моменты, когда я был ребенком, я не знаю, сколько там годиков было мне, 3-4 годика, 5-6, то я играл во дворе. Гуляли во дворе. И потом вдруг, ты видишь, твой отец идет с работы вечером. И ты что делаешь? Ты бежишь к нему, издалека бежишь, бежишь со всех ног. Я, по крайней мере, это помню. И что делал? Что я делал? Я кидался в него, и он меня ловил, хватал. И когда он хватал, он начинал крутить меня. И это такая радость была, это такой момент, знаете, внутренний такой взрыв эмоций, а таких радостных эмоций. Играешься спокойно себе, играешься там, играешься, и бац, отец идет, и ты бежишь к нему, радостный. Почему ты бежишь к нему? Потому что он родной отец. Он твой отец. Поверьте, когда мы выйдем из тела, мы же верующие. Дай Бог, чтобы не верующие смотрели эту передачу и уверовали, но вознану смотрят, верующие. И поэтому, когда мы выйдем из тела, страх нас будет сковывать. Ведь я-то Иисуса не знаю. Я свою жизнь не вкладывал, я не интересовался им. Я просто слушал что-то новенькое об Иисусе, но лично я его не познал. И это, вы послушайте, я же могу изменить проповедь, я же могу говорить проповедь о любви Божьей, что Бог вас любит. Но как это поможет вам? Вы же и так знаете, что Бог вас любит, безусловно. Но, почему я говорю целенаправленно именно вот эту проповедь? Потому что все очень будет серьезно. Вы послушайте, на небесах таможня серьезная. Таможенники непродажные, судьи непродажные. Бог истинный, любящий и справедливый. Понимаете? Зло будет наказано, за добро будет воздаяние. И если человек не любил Бога, как он? Кто для него Бог? Кто? И вот представьте, сегодня мы слышим. И плюс того, что мы слышим сегодня, это в том, что мы сегодня можем покончить со старой жизнью. В хорошем смысле слова. Остановить вот эту старую жизнь и начать новую жизнь. Жить со Христом. И просто молиться, поверьте, исправлять сердце намного сложнее. Если ты что-то любишь, и тебе это надо оторвать. Просто оторвать. Это очень больно. Это больнее, чем тебе просто не влюбляться. Единственный выход для верующего из всех его проблем, из всех его вопросов, это влюбиться без ума в Иисуса. Влюбиться в Него. Послушайте, многие говорят, многие сравнивают Бога и девушку. Послушайте, это не всегда играет роль. Это не всегда сравнимые вещи. Девушка, вдруг ты физически увидел, вдруг ты стал интересоваться и влюбился за какие-то качества, то, что в тебе что-то ты увидел, тебе понравилось. Послушайте, в Иисусе совсем по-другому. С Иисусом это не девушка, в которую можно влюбиться, и не парень. Начинайте сегодня выбираться из болота, из леса. Если вы заблудились в дремучем лесу, вам же предстоит предстать предлюбовью. И вам как стыдно будет, и мне может быть, не дай Бог, я об этом тоже думаю. Да так будет стыдно, он для тебя так много сделал, а ты для него вообще ничего не сделал. И даже то, что должен был принести к нему в аппараты, в однорукого джека, или в какие-нибудь казино, или на каких-то там непонятные развлечения, веселье, протратил, то, что Иисусу надо было. Сидел телек смотрел, а-а-а-а, а-а-а, и ел что-то, и ел, и ел. И ты все это будешь вспоминать. Ты будешь свою жизнь вспоминать, ты на туфту потратил свое время, драгоценное время, на ерунду. И плюс при этом, при этом, ты осуждал верующих, пасторов, церкви. Ты что, ты думаешь, что ты пилишь ветку, на которой ты сидишь? Тебе нужно было развивать отношения с Иисусом, а ты занимался туфтой. Я извиняюсь за выражение. А всем русским понятно почему-то. Послушайте, нам предстоит, предстоит эта встреча с Иисусом, сто процентов. И я даже думаю, что мы все спасены. Но нам будет так стыдно, так неудобно, хоть куда денься, хоть провались, хоть что. Ты будешь знать, что я просто должен был. Знаете, как в любви есть любовь, там нет такого, что ты мне должен. Там как бы они друг другу отдают максимально все. И вот представьте, такая любовь. Один максимально все отдает, а другой просто потребитель. Да, 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 давай люби меня. Вот мы такие. Иисус, Он максимально, Он просто без ума любит нас. Он страстной любовью любит нас. Очень сильно любит нас. И мы так же, если мы так же полюбим Иисуса, вы не представляете, за вас до конца жизни не надо будет молиться. Вы сами будете молиться за других людей. Вы ко мне уже больше не будете обращаться с нуждами. Вот у меня такой вопрос. Вы все будете от Иисуса лично получать. Вы не представляете, какая это радость лично любить Иисуса, любить Его. Я уже не говорю верить в Него. Потому что вера в Бога должна перерасти в любовь. Если этого не произошло, Бог чужой для тебя. Он далекий для тебя. Он с другой планеты. Он должен стать для тебя родным. И ты будешь ждать этого последнего дня с нетерпением, не со страхом. Многие со страхом. О, я умру, я умру. Знаете, как верующие, они говорят, о, я скоро вижусь с Иисусом. Классно, я так жду этого. Они так не думают негативно. Настоящий верующий человек всегда думает позитивно. И у него, знаете, такая улыбочка такая на лице. Он когда думает, он прям чувствует запах неба. Он чувствует эту свежесть. Он видит Иисуса. Он представляет свою встречу с Ним. Как он разбежится, как прыгнет в Иисуса и не отпустит его. Почему? Он всю жизнь вкладывал. Другие люди приходили, говорили, что я в этой церкви могу иметь? А ты приходил, ты вкладывал, потому что ты делал ради любимого это. Тебе вообще это не интересовало, что я могу получить? Ты думал, что я могу для тебя сделать, Иисус? Что я могу сделать для тебя, Иисус? Апостол Павел с этих слов и начал свое служение. Кто ты, Господи, и что повелишь мне сделать? Он не ждал, если ты мне дашь кучу денег, я тебе буду служить. Такого вообще разговора не было. Поэтому давайте сегодня наше сердце выкачаем оттуда болотца. Выкачаем всех идолов. Вы что думаете, у вас нет идолов? Есть они. Они есть. Если вы приблизитесь к Богу, вы обязательно, вы их сами увидите. Вы увидите свое сердце, и вам станет страшно. Это, может быть, будет какой-то разваленный дом показан вам. Такой пустой, где все разрушено, паутина. Может, так ваше сердце выглядит? Вы же думаете, как? У вас красивая квартира, дом ваш внутренний, где Бог живет, эта квартира такая красивая, трехэтажная, со слугами. Нет. Поэтому давайте займемся, пока не поздно. Пока не поздно. Пока есть возможность. И я сейчас не говорю об Аде. Я сейчас не говорю об этом. Я говорю, что может так быть стыдно и так неприятно, что Он для нас сделал, а мы для Него ничего. А что мы для Него можем сделать? Просто любить Его. Это то, с чего начинается Первая Запад. Любить Его. То, что Ему принадлежит, то и должно Ему доходить. Не как детям. Принадлежат деньги детям. А ты унес Его к другим, к другой семье. Пусть Вас Бог благословит. Редактор субтитров,